Всем привет! Время сейчас непростое и оно требует нестандартные решения, в том числе и с питанием. Для того, чтобы иммунитет наш был укреплен, помимо поедания витаминов, омеги-3, много жидкости, занятий спортом, вдумчивого пребывания на свежем воздухе в малочисленных местах, можно еще включить в рацион следующие продукты. Чеснок и сало. Казалось бы, сало что-то такое обычное, не очень привлекательное с точки зрения полезности, но, тем не менее, считается, что продукт, если он хороший относительно сала, не какой-нибудь магазинный, продающийся в сетевых, какие-то куски непонятные, а именно сало настоящее, деревенское, купленное вами, так правильно сказать, в соответствующих точках, как мною. Небольшое подсобное хозяйство имеет магазин, прилавок, я туда подхожу и прошу их выбрать на свое усмотрение сало. Здесь идеальные куски. По мягкости шкурка съедается, по наличию мяса. Так вот, очень полезный продукт считается, сало. Естественно, им не нужно употреблять, учитывая его калорийность, но тем не менее. Если не ошибаюсь, есть доктор Евдокименко, правильная его фамилия, и он советует для защиты дыхательных путей, в том числе легких, насколько я правильно его понял, смотрел бегло, употреблять животные жиры, которые содержатся в масле, растительном и сале. Это необходимо делать для, в том числе, поддержания иммунитета и снабжения вашего организма в обсуждаемой части нужными питательными веществами. А сало в данном случае незаменимый продукт. Ну, как и многие. Но это помимо других, естественно, полезных. Полезной пищи и чеснок. Как недавно слушал, не слышал, а прочитал один, ну, типа, как анекдота, фраза где-то в комментариях. Помогает ли чеснок от коронавируса? Нет, чеснок не помогает, но если вы его много съедите, люди от вас точно будут шарахаться. Как говорится, во всем есть положительное. Итак, надо попробовать кусочек сала. Вы посмотрите, какой он отменный. Даже не представляете. Аромат божественный. Ну, честно вам скажу. Это то сало, которое тает у вас во рту. Ну, и чеснок. Читал как-то одну статью, что в чесноке содержится одно вещество. Которое помогает, по мнению некоторых исследователей, в борьбе с онкологическими заболеваниями. Также не подобное вещество, а аналогичное, содержится в остром перце. И есть определенная доля вероятности, что подобные умозаключения являются правильными. Как где-то слышал, есть чеснок, лук и хрен, будешь как софиларен. Три дольки чеснока, немного сала и хорошо войдет. Ну, конечно, надо понимать, что у чеснока запах. Но сейчас на самоизоляции и так все дома. Можно целыми днями чеснок есть. Ладно, держим связь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok